Сегодня поговорим о добыче экипировки. Закончив прокачивать своего орка до 20 уровня, перед тем как начать одевать его, необходимо, если у вас есть действующая активная подписка, обязательно остановить получение опыта за 10 золотых монет. Как это сделать и чего стоит опасаться, я рассказал в предыдущем ролике. Подсказка и ссылка в описании к вашим услугам. Если же у вас стартовая версия, либо же просто неактивная учетная запись, ваш опыт будет остановлен автоматически. Лирическое отступление. На 20 уровне отсутствует характеристика искусность. Вся арифметика статов складывается из трех основных параметров скорости, критического удара и универсальности. Критический удар это вероятность нанести дополнительный урон или восстановить дополнительное здоровье. Характеристика скорости повышает скорость атаки и применение заклинаний. А универсальность, по моим наблюдениям, является любимейшей из вторичных характеристик у триалов, так как увеличивает наносимый и уменьшает получаемый урон. Рекомендую аддон-модификацию Deja Character Stats. Ссылку на скачивание также оставлю в описании. Начинаем. Последний квест, нужный для выполнения 20 уровня, выполнен. Что дальше? Первый этап одевания вашего персонажа это подземелье. В игре на данный момент ровно 100 подземелий, но из них нам будут интересны только шесть. Огненная пропасть, крепость темного клыка, мертвые копи, пещера стенаний, тюрьма и непроглядная пучина. Подземелье это лучший и быстрейший способ добыть экипировку синего, то есть редкого качества. Подходит как для повышения боевой эффективности персонажа, так и для заполнения пустых слотов в экипировке. Стоит отдельно отметить пещеры стенаний. Помимо того, что это самый долгий для прохождения инст, также здесь можно собрать подходящий для своего класса сет. Набор комплекта вещей, что при совместном ношении дают дополнительные бонусы. Или, например, можно вспомнить о крепости темного клыка, где содержится прекрасное кольцо, фамильная печать Сильверлейнов. До недавнего времени лучший вариант, если вы выбрали скорость и универсальность. Важное замечание, без подписки и без покупки игры вы не сможете пользоваться почтовыми услугами в игре. А значит, если с убитого босса вы не взяли какой-либо предмет, будь то экипировка или просто ткань, все это уйдет на почту и будет ждать, чтобы вы это забрали в течение 31 дня. Так что обращайте внимание на то, что вы оставляете на теле босса. Также поначалу рекомендую использовать случайное подземелье классической игры. Это случайный выбор из шести доступных нам подземелий. За прохождение такого вы будете получать сумку с полезными вещами, из которой прекрасно вынимаются славные синие предметы для экипировки. Внимание на следующий этап. Пвп это неотъемлемая часть World of Warcraft. В целом, кто бы что ни говорил. И если подземелья в счете могут надоесть из-за их однотипности, то БГ и арена это постоянно меняющиеся бои. То место, где такие слова как сценарий и предрешенность не имеют силы. Игроки не бездушные боты. Ну, практически никогда. Чтобы дать им отпор, вы должны быть подготовлены. А потому сразу, догматически рекомендую, ни в коем случае не вставайте в очередь на БГ и арену, если у вас не заполнены все ячейки экипировки синими вещами. В противном случае вы попросту не сможете ответить вашим соперникам и будете ждать, пока окончится бой на кладбище. К тому же, что гораздо более отвратительно, подставите своих союзников. Уважайте их и себя. А если вы думаете, что готовы, что добыли всю необходимую экипировку из подземелий, то следующим этапом добычи улучшенной брони и оружия станет именно пвп поля боя, оно же БГ. На 20 уровне доступны случайные поля боя, ущелья Песни Войны, Низина Арате и Окабури. Но также доступно эпическое поле боя, Альтеракская долина. Наградой за победу будет служить контейнер с товарами поля битвы, внутри которого снаряжение зеленого и синего качества. Именно эта экипировка является сильнейшей из полей боя на 20 уровне. Награда выдается случайным образом из контейнера, так что выпадет вам ненужная зеленая вещь или нужная синяя, решит удача. Увы, на арене кроме очков чести и почетных побед вы не получите ничего, но это не отнимает их интересность. Помните, что европейская БГ срабатывает чаще, чем русскоязычная. Видео, где я об этом рассказываю, сейчас в подсказке сверху. А потому, если у вас нет возможности встать на европейское БГ, записывайтесь на арену. На русскоязычную арену вы попадете быстро и без проблем. Напоследок, я оставил самый труднодобываемый вид экипировки. Эпики. Вещи фиолетового качества. Лучшие из имеющегося на 20 уровне. Выдается за выполнение заданий из-за убийства редких и к тому же специфичных мобов в игре на игровом сленге «рарники». В нашем дискорде опубликованы списки с названиями эпических предметов и имена рарников, с которых они падают. Особую благодарность выражаем нашей Минасе за титанически проделанную работу. Если увидите игрока, у которого в экипировке есть такие эпические предметы, знайте, он достоин хотя бы уважения за проявленные силы, терпения и вообще таких людей жалеть надо, потому как шанс на выпадение эпика сравнима по шансам с получением какого-нибудь непобедимого или другого очень редкого маунта. Отдельного упоминания достойны аксессуары. В оригинале же «тринкетс». Заполучить их можно самыми разнообразными способами. Это и купить фамильные аксессуары, чье название светится голубым цветом. Это и получить их в виде добычи, к примеру, «скурана худавара», что становится активен во время праздника хмельного фестиваля. Еще один необычный способ появился совсем недавно. За выполнение задания на свой уровень в режиме синхронизации вы имеете шанс получить очередной контейнер с вещами, внутри которого с некоторым шансом может выпасть аксессуар. Про режим синхронизации будет отдельное видео. Лично мне повезло получить с этого сундука тринкет на 5 ловкостей и 5 критическому удару. В сообществе Триал Эксплойд в игре, ссылка на вступление будет в описании. Ребята, думаю, будут рады вам помочь в выборе конкретного аксессуара. Получив все доступные виды экипировки, нафармив все эпики и получив все необходимые аксессуары, вы точно получите значительный прирост к вашим характеристикам. А также, я могу поручиться за это, вы получите больше красочных эмоций, когда на поле боя вы будете в состоянии постоять за себя и за свою команду. А главное во всем этом, что наш путь не заканчивается. Приглашаю вас последовать за мной на территорию хитростей, тонкой, но важнейшей настройки вашей экипировки. В следующем видео мы поговорим о зачаровании, а также почему не всем стоит изучать профессию наложения чар. Погружение и находка полезных вещей в списке добычи в подземельях – часть планирования. Она же и один из главенствующих принципов игры на данном брикете. Сущность Триала начинает проявляться. Продолжение следует... Продолжение следует...